I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки и мы с вами продолжаем третьего бихолдера У нас все к черту сыпется Я не могу сказать ничего хорошего пока что Мне нужно За чертовым домом следить Это на мой взгляд абсолютно лишнее Особенно во второй половине игры Но я делаю некий вывод что мы сейчас находимся Ну не совсем уж в конце Но вот явно туда уже во второй половине игры мы находимся И поэтому Вот заниматься вот этой фигней Немного по моему уже просто неуместно Так дружище ты домой идешь шмольки Шмольки И вы в бегах Да нет Откуда эта фраза что значит и вы в бегах Ну ты же не в бегах Карл У нас остается 7 часов для того чтобы найти компромат И 8 часов чтобы его защитить Компромат я на него искать естественно Ну не то чтобы не буду Скажем так Я не хочу на него искать компромат Но видимо у меня уже не получится Потому что я думаю что Единственный компромат который я мог на него собрать Если бы у нас в доме осталась балерина Этот ушел Сегодня получается ночью У нас закончится время этого задания Давайте мы это сделаем Меня больше Волнует око за око Так Поговорить надо с этой дурехой Раз она дома Нигде я ничего не могу сделать Господин Шварц Вы хотели спросить помощь Да Речь о вашем муже Его командировка как-то подзатянулась Скоро он должен вернуться Вы с детками наверное сильно по нему скучаете Конечно я скучаю А как вы думаете Но он не по своей воле не возвращается Его командировку продлили Я надеюсь его скоро отпустят домой Ну то есть он где-то сидит Или вы от них прячете Что вообще происходит То есть вы сами не знаете когда его ждать Тяжело вам Да но такова жизнь Я бы сразу вам помог Моё предложение остается в силе Вы в любой момент можете обратиться ко мне за помощью Спасибо господин Шварц Приятно это слышать Что тревожит диссиденты 50 часов Минуточку Меня его продлили что ли Ладно давайте с Молькой разберемся Я еще раз поговорить не могу Наверное Уже нет Камера Получу информацию Я смотрю телевизор А что я на нее получил Я знаю что вы задумали Я наблюдал за вами Вы пытались доставить для себя и дочери поддельные документы Вы же понимаете что мне придется сообщить об этом министерство Господин Шварц прошу не делайте этого Я сделал это ради безопасности Иды Мой муж Клаус Его уже полмесяца как арестовали Нам пришлось бросить дом Чтобы нас тоже не забрали Великий вождь всегда говорит Что нужно Разорять гнезда сопротивления Так вот что происходит Ясно Я лишь хочу чтобы у моей девочки было будущее Чтобы она могла ходить в школу Потом поступить в университет А с отцом в трудовом лагере Здесь в союзе Ее ни за что не зачислят Ну хуже этот Клаус Его мечтами в справедливой стране Ну да Нам придется бежать Не знаю что сказать Незаконные выезды страны Я обязан в этом сообщить В противном случае я становлюсь сообщником Найдите в себе мужество Господин Шварц Ребенок не должен отвечать За поступки своего отца Все что мне нужно Паспорт с визой на выезд В котором указано имя Иды Черт я паспорт Кому то подкинул Вы же работаете в министерстве Разве не можете достать паспорт Тогда вы больше о нас не услышите Госпожа Викерт Я даже не знаю Но я попробую конечно Я попробую Если обещаете Не высовываться Господин Шварц Спасибо Как только у нас будет документ Мы тут же Покоим самое необходимое И уезжаем Больше вы нас не увидите Один из фальсификатов Сказал что паспорт Нетрудно достать в министерстве Вроде как там Одна сотрудница Очень невнима... Ооо Насчет паспорта Спасибо что не донесли Вам в случае не удалось Доставить незаконный паспорт Вот что вам скажу Мне пока не удалось Тут нужна большая осторожность Ооо это плохо Я так боюсь Что полиция нас найдет Один из фальсификатов Сказал что паспорт Приходится в министерстве Эрика или это была Эмма Вроде как часто отвлекается от работы Эрика или Эмма У нее все быстро вылетает из головы Пожалуйста Дорогой господин Шварц Постарайся сделать мне документы Это бы нас просто спасло Эрика или Эмма Стоп Паузу Чиновники Сюзанна Шанталь Да-да-да-да-да Ханс Томас Ивон Филипп Эмма Мириам Эрнст Да По сути это Угрюндих Надо будет искать Хорошо Я вас понял У меня вроде есть еще Время Помочь или донести Помочь конечно же Раз так дело обстоит Я просто думал Может быть муж их обижает Или они убежали от мужа Или еще что-то происходит Привет чувак Смотрите Тевевизор смотрит Хорошо Пойду сдам эту информацию Вообще инфу сдавать О том что люди смотрят телевизор Ну это вообще не вредно А мне это деньги Итак Досье Во-первых Дружище На тебя Ты у нас смотришь телевизор Отправить Досье На тебя Отправить На пацана Мне не засчиталось На пацана Не засчиталось Хотя они оба смотрели Телевизор Ну и тут она Вот говорит С фальсификатором Выезд за границу Строг запрещен Но это я Делать не буду Сдать я пока Никому ничего не могу Хорошо Можно купить паспорт На крайняк Он спит Я не знаю Как мне на вот этого чувака Сейчас Найти компромат на шмольке Провалено Да я знаю Позвонить Стивену Хубертсу Вот То есть На него Все таки Не было Никакого покушения Мне нужно было Просто не искать На него компромат Хорошо Я вас понял Хубертс Главный директор Стивен Хубертсу Аппарат Говорит Фрэнк Шварц Докладывая Иностранец Шмольки Под защитой Да не чеканьте Вы так Как солдат Фрэнк Эти времена Слава богу Прошли Мы же с вами коллеги Отличная работа Фрэнк От всей души благодарен Вы совершили По-настоящему Хороший поступок Для прогресса И для всего мира Вот как Ну конечно Господин Шмольки Чрезвычайно важен Для предстоящего концерта Мы же не хотим Чтобы на нем Чтобы Чтобы на нем На концерте В смысле А не на Шмольке Что-то случилось Ну пожалуй Ну что ж Фрэнк Вы свое дело сделали Я свяжу с вами Когда появятся новые задачи Счастливо Эм Пока Мне не хватает Сраных Пять опыта Пять Карл Я могу Купить Паспорт Как таковой Да Он стоит 1100 Но я могу Его купить Так Кстати у меня был Ревеневый пирог С клубникой Яблочко 150 Газировка По 178 За единицу Кстати неплохо Тортик За 200 Деньги Тогда Нам придется Покупать Паспорт Но наверное Паспорт Не просто так К нему нужно будет Или Посмотрим Что к нему Надо будет Мне не хватает Буквально Пять Пойнтов Пси Зараза Письмо Зибаль Возьму Она как раз На работу Придет Так У меня звонит Телефон Кто говорит Слон Шанталь У себя уже Нет Еще не пришла Она же Десять первого Вроде работает Сейчас посмотрим Заработать 50 тысяч Един с репутацией Ну прикиньте Пять поинтов Не хватает Но это Подло Это низко Но так нельзя Зибаль Блин Так тебе Через так Может тебе А вот она Давай Чеши Скорее Шанталь Шанталь Иди 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 Дайте мне За это Пять поинтов Репутации Пожалуйста Я письмо Принес Калаты Да Вот вам Письмо Спасибо Господин Шварц Просто Такой Небольшой Способ Подзаработать Что ли Да К сожалению Поинты За это Не дают Так Может я тут Что-то еще Могу сделать Погодите Желаем Действия Желаем Действия Пока нет А чувак Еще не пришел На работу Прикиньте Ладно Так Что-то от мне Хочешь Мне будет Звони Скорее всего Да Альтман Она будет Сейчас в гневе Просто Шварц Чем вы там Заняты Я же говорил Я вам что Нужно собрать Компромат На шмульку Я работаю Над этим Вот-вот Поздно Забудьте Он своими Сюжи выполнил Так не пойдешь Шварц Мне очень жаль Больше не повторится Хочется верить Если в том Что ваша жизнь Хуже уже быть не может Вы ошибаетесь Понятно Иди Знаешь куда И видите После каких моментов Проходит автосохранение То есть Это какие-то Все-таки Сюжетные О Так Пришла Перекати Поле Пойдем Поговорим Прикиньте Не поговорить А нужно было Вломиться к ней А Как вам такое Звонит телефон И звонит Разрывается И разрывается Дайте мне Пять поинтов Я пойду На повышение Добрый день Господин Шварц Вы не могли Помочь С Байлаусом И опять Насчет Байлауса Не может же быть Что этот человек Побросил мой кабинет Проигрывать И остался безнаказанным Докажите Это Шварц Тогда и посмотрим Но я не знаю Но я знаю Что это был он Я нашел В его кабинете Упаковку От чертового Проигрывателя В вашем столе Нашли целый Проигрыватель Господин Шварц Проигрыватель Который Этот говнюк Мне подложил Шварц Меня вы не можете Меня вы можете Не убеждать Я вам верю Но Гюнтер Байлаус Уже очень давно Работает в министерстве Даже дольше Чем Стивен И я А он А он и задел Четыре Но такого человека Так просто не избавиться Нужно что-то более весомое Чем пустая коробка Он ведь наверняка Замешан в чем-то еще Если не копать Слишком глубоко Если не копать Слишком глубоко Любой человек Невинен Но он консерватор И параноик Навредить ему сложно До сих пор Никому не удавалось На него что-нибудь повесить Его можно Сколько угодно Забрасывать дерьмом Не пристанет Спросите у госпожи Штокер Она об этом Собиралась Роман написать может Должно быть что-то Что я могу сделать Надеюсь Ради вашего же блага Байлаус вас явно Ненавидит И если вам не удастся В ближайшее время От него избавиться Он найдет способ Избавиться от вас Получится ли у вас Во второй раз Его предотвратить Кто знает Но успехов У кого извините Спросить Сейчас У стокер спросить Давайте спрашивать Здравствуйте Господин Шварц Насчет проигрывателя Неприятная ситуация С проигрывателем У меня в кабинете Разрешилось Как хорошо Что вам удалось Решить проблемы С этой штукой Блин Опять на тоненькую Все выходит Как там она Правильно называется Момент Малое нательное устройство Для качественного Воспроизведения Звукозаписи Да Владение узаконено Какой удачный Поворот для вас Господин Шварц Действительно Но одна проблема Все же осталась Я настроил Гюнтера Байслауса Против себя Теперь он хочет От меня избавиться О да Мне тоже так кажется Вы видите С ним часто Вместе работаете Да Регулярно И поверьте мне Байслаус скользкий Как уж Рядом с ним Находиться опасно Почему Такой голос У тебя Не знаю Мне каждый раз смешно Кто работает Тот ошибается А за ошибки В конечном счете Кто-то должен отвечать И одно я знаю Байслаус Никогда не возьмет Эту ответственность На себя Когда я работаю С Байслаусом Я половину времени Провожу Защищаясь от него Но еще больше времени Он тратит на то Чтобы переложить Вину с других С себя на других Он предпочитает Шпионить за коллегами А Не делает А не делать Свою работу Он злобный параноик Дольше всех Проработал В министерстве Наверное А не потому что Он злобный параноик И это при том Что он Некомпетентный Невежда На днях Он взял И спросил меня Как продвигается Проект алкогольной реформы И Реформу реализовали Еще в прошлом году Байслаус Очевидно Этого даже не заметил Надо тырить У него абсолютно все Блин У него ничего нет Черт с тобой Как я найду Компромат на человека Он кстати возвращается Закончить разговор Давайте я с ним Попробую поговорить Когда он придет Может быть я Я его ухвачу За что-то Посмотрим Веские доказательства Вины У меня просто Очень мало времени На это Господин Проигрыватель легализовали Вы слышали Что Портативный проигрыватель Галисовали Теперь всем Можно слушать И в них музыку Не напоминайте мне Про этот хлам Министерство идет Ко дну Как Можно было Допустить Все эти реформы Скоро сюда Повалят Такие же неумехи Как вы Решат Что все правила Можно менять И обходить И тогда даже запрещенный Предмет в вашем кабинете Ничего не изменит Это хуже всего То есть Вы признаете Что вы подбросили Меня в кабинет Проигрыватель Нет Я этого не имел ввиду Но Тот Кто это сделал Был весьма умен Почти Как я Какое самомнение Да скажите Уже честно Что это были вы Вы тоже Неуязвимы Вы тоже Неуязвимы И вам это С рук с ней сойдет На нашем месте Я бы поосторожнее Выбирал выражение Я работаю В министерстве Уже много лет Так что я Стрельный воробей Вот тогда вам Не о чем беспокоиться Так С меня хватит Много же вы о себе Взомнили Шварц Вы тут всего лишь Мелкая сошка Крутитесь как можете Держитесь нос по ветру Откуда он дует Не задумывайтесь Он меня выгнал Поговорите У него признание Погодите Мне просто надо было порезать Добрый день Господин Шварц Проходите Он сознался Вайславу сознался Я это записал На Плеер Сознался В чем Он признал Что мне это Что он Что это Он подложил Проигрыватель мне В кабинет О ну надо же Да Это Это должно Хватить Чтобы наконец Прятать его за решетку А свидетелей Это признание Кроме вас есть Нет Тогда Боисто и недостаточно Получается Ваше слово Против него Так я могла бы сказать Мол Зеллерс признался Мне что Кто-то Что кого-то Шлепнуло А она призналась Но если Зеллерс Станет это отрицать Никаких доказательств У меня не будет Вот если бы Зеллерс Осознала бы При свидетелях Или в тот момент Я бы записывали На камеру Тогда Это совершенно Другое дело Есть веские доказательства Вы понимаете К чему я клоню Шварц Доказательства Я не знаю Я не знаю А Господин Шварц Что это Воссоет нос Мой кабинет Для вас тут Ничего нет Повторите-ка Я бы еще раз Определить свою музыкальную реформу Которую мы Недавно реализовали С чего это вдруг Ну ведь Подали документ По реформе Шварц Как это понимаете Вы явно Что-то задумали Ничего такого У меня просто Пара вопросов Что там Означалось В пятом пункте Напомните-ка Что регулирует Пункт Пятой музыкальной реформы Что музыку Можно слушать Только в определенных местах Пятого пункта Вообще По-моему Не было К сожалению Нет В этом пункте Речь идет о названиях И дизайне упаковки Да Ладно Пятый пункт Пыл Это я туплю 60 дБ для рока Немноговато Что скажете О максимально допустимой громкости На которой можешь слушать рок Как думаете Утверждение 60 дБ Это немного Очень много 60 дБ Кошмар Надо же и о детях думать У них нежная психика К счастью Допустимая громкость Рока Всего 45 дБ Насчет панк музыки Меня интересует Ваше мнение Допустимой продолжительности Прослушивания панка В день Ограничение в 70 минут Слишком строго Для этого жанра Вы не находите? Как по мне Любое ограничение Этой какафонии Благо 70 минут На мой взгляд Даже много Как хорошо В таком случае Что допустим Время прослушивания Панка Все 35 минут Отвечайте быстро Не думая А теперь Постарайтесь Отвечать Как можно быстрее Что это еще за игры Шварц Какого цвета неба Что голубого А что А вот цвета Мой галстук Красный Белую точку Шварц Прекращайте Кто подбросил проигрыватель Я Ой черт Шварц Совсем Мне голову задурили И теперь у меня Есть ваше признание Вы Вы осознаете Что проникли в чужие коменты И положили мне проигрыватель Да это я Вы ничтожество И все равно Вам от меня не избавиться Как думаете Что будет Когда Стивен Хубертс Узнает Что вы следите За коллегами Шантажируете Вместо того Чтобы делать свою работу И что у вас тоже Были нелегальные предметы К счастью Стивен никогда Об этом не узнает Вы слишком Некомпетентны Чтобы это доказать Хорошего дня Ууу Ну камера Это была установлена Поэтому я думаю Что мне это засчитается Я сейчас его За кошмарю Просто До белых соплей Добрый день Господин Шварц Проходите У меня есть доказательства Господа Грунтих Он у меня в руках Пайлус Однозначно Сознался А я это заснял Молодец Шварц Действительно надежное доказательство Его хватит Чтобы наконец Отдать эту крусу Под суд Великий ось Не потерпит Очернение Невинных Чиновников Министерства То есть Меня Это клеветая Оскорбление Личности Я в шоке Как он мог Сейчас же сообщил Стивен Сразу такая Переобулась Он в шоке Может она тоже поняла Что у нее в кабинете Может быть камера Ну и Байслаус Получится Это строгое предупреждение Предупреждение? То есть Его не арестуют? Байслауса даже Не выставят из министерства? Это строгое предупреждение Шварц Значит Байслаус Лишится Своей юридической Неприкосновенности Если Байслаус После этого Вытворит что-нибудь Еще Его тут же Вышвармнут И он окажется За решеткой Что вы так на меня смотрите? Если кто-то Донесет на Байслауса За очередное Право на шаг Тогда Байслауса Арестуют Вы тоже говорили Если Байслауса Арестуют В этом деле Освободится место Кабинет Для амбициозного Сотрудника С которым нам За стенами Придется Нравится работать Понимаете? Да Я все-таки Не совсем Дубина Хорошо Тогда узнать Что делать Господин Шварц Я знаю Что мне нужна Отмычка Так Где там Моя сумка 5 Черт Вот что мне нужно Я надеюсь Газировки То хватит Фидите Вы знаете Куда Со своим Военным Налогом И вы И ваша Боржа Так Раз Два Три Четыре Купил Купил Хорошо Можно пойти И трубку Если что Поднять Теперь Да Движение Вперед Снять трубку Да Это уж Понятно Я дальше Работаю Выпустите Меня Давайте Я сниму трубку Посмотрим Что это Что от меня Хотят На этот раз Паспорт Смогу ли я Достать Посмотрим Алло Шварц Это Мюллер Да Здравствуй Зайди ко мне В камень Срочно Уже идут Мюллер Сфиг ли тебе Тебе то надо Ладно Пойдем У меня Еще есть Немножечко Времени Для того Чтобы Помочь Семье Ну Ну В смысле С первого этажа Семья О Байславус Дружище Ладно Давайте сначала К Мюллеру Зайдем Так У тебя Должна быть Высок Веская причина Чтобы Прервать Меня Так Ты же Меня Сами Звал Дебилоид Хотели Видеть Шварц Наконец Мне Нужно Чтобы Ты Заложил Конверт Для Вольфа Хенкера У вас Там Есть Фонарь Под ним Такая Неприметный Куст Вот Туда Конверт Положи Тебе Все Ясно Думаю Да Заложить Конверт В куст Готово Когда Сделаешь Уведоми Хенкера Вопрос Задавать Глупо Сейчас Да Зачем Такая Сложность Почему Просто Не Передать Конверт Хенкера Нет Так Не Понимаю В чем Разница Между тем Чтобы Отдать Вольфу И тем Чтобы Положить В куст И сообщить Вольфу Между Мною Конвертом И господин Хенкером Не должно Быть Прямой Связи Ну Ладно Я передам Хенкеру Что Конверт В кусте В кустах Конечно Нет Если Что Нибудь Ну Тогда Ты Завешь Хенкеру Пароль Тогда Он Поймет Что Нужно Сделать Пароль Да Слушай Внимательно Повторять Я не буду Когда Конверт Будет На месте И ты Приведешь К Вольфу Хенкеру Скажи Курица Приземлилась Больше Ничего Только Курица Приземлилась Усяк Что Это За Пароль Так У меня Никакого Смысла Оставь Вопросы Просто Сделай Это Курица Ага Понял Хорошо Когда Вольф Хенкер Снайд Конверт Ты позвонишь Мне Скажешь Постойте А я Причь Конверт Иду Вольф Хенкер Чтобы Он Пошел К тому же Кусту И достал Конверт Может Лучше Сократить Лишню Беготню Шварц Мы Действительно Мы Действуем Согласно Определенным Протоколу И тебе Придется Его Придерживаться Когда Переговоришь С Вольфом Хенкером Позвонишь Мне Передаш Отзыв Который Скажет Вольф Хенкер А теперь Задела Шагом Марш Я Боюсь Что Там Бомба И у Меня Опять Звонит Телефон Газировки Хватит Или Нет Ну Пусть Будет Газировка И Деньги Кстати Что 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 А Там Конверт Я Я Паспорт Забрал Да Отлично Паспорт У меня Есть Коробка Сигар Сигар Сигареты Так Погоди Стой 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 Где Там Чертовы Счета Надо Заплатить Подавись Ну По идее Мне тут Тогда Делать Больше Нечего Я Поехал Домой Уже 22 Блин Уже Время Прижимает Я Просто Очень Сильно Опасаюсь Что Ну Я Понимаю Что Мюллер С Хенкером Работали Вместе Но Возможно Хенкер Накопал Что-то Лишнего И Теперь Мюллер Хочет Его Убить Но Надеюсь Что Нет Я Очень Надеюсь Что Я Чтобы он Нашел Жену Игра Перестанела Гать Пожалуйста Так А У меня тут Мешочек Наркотиков Текст Песни Тайное Сообщение Это я Все Забираю Иди сюда Письмо Кимф Пухлый Конверт Выпухлый Шуршит Так Будто Внутри Много Купюр Ну Хорошо Надеюсь Что Не Бомба Вот Почему Он Стоял Проверял Эту Так В чем Дело Не Скали Вам Передать Курица Приземлилась Отлично Человек Кусает Собаку Что Повторя Человек Кусает Собаку А Теперь Пойди Шварц Пора Заняться Хоть бы Там Не Бомба Пожалуйста Так Человек Кусает Собаку Выбросить Позвонить Мюллеру Да Позвоню Погодите Паспорт Господин Шварц Рад вас Видеть Насчет Паспорта Насчет Услуги Которые Меня Просили Спасибо Что Не Донес Так Случайно Не Удалось Вот Ваш Паспорт Ваш Паспорт Готов Держите С этим Без проблем С этим Вы Без проблем Пересечете Границу Спасибо Даже Не знаю Как Насчет Как Тебе набрать номер Мюллер. Господи, Мюллер, я... Скажи мне только то, что я должен услышать. Человек кусает собаку. Ну, отлично. Значит, проблема решена. К сожалению, к сотрудникам Министерства нейтрализатор применять нельзя. Так что постарайся быстренько забыть всю эту историю, хорошо? Ладно. Ну, он не взорвался, и то хорошо. Мне нужно Байслауса. Так. Донос на чиновника Байслауса. За деньги и за газировку. Ладно, можно только за одно, да? Черт с ним, пусть будут деньги, одну бутылку газировки тебе в подарок. Так. Иностранная валюта, это у нас... Это серьезное обвинение. Поэтому мне не жалко. 6-0-0-4. Гражданин Байслаус. Чиновники, вы че? До свидания. Поговорить с Сабиной? Фигли. Ладно. Так, эти уехали. Полицейские пришли. А полицейские будут стоять и ждать, пока он вернется утром. Хорошо. Меня это устраивает. Так, позвоните Хубертсу. Музыка такая хорошая. Так, ну-ка. Главный директор Стивен Хубертс, добрый день. Здравствуйте. Стивен, могу я поинтересоваться, как вы оцениваете мои успехи в работе? А что, успехи? О, Фрэнк, вы что, напрашиваетесь на повышение? Вы знаете, у нас большие возможности для карьерного роста, и в кабинетах всегда остаются же фрукты для сотрудников. А сами вы что думаете? Вы ощущаете готовность к работе в четвертом отделе? Я эффективно работаю. Что? Я выполню все задачи, поставленные мне инвестерством. Это верно. Тогда минутка, я сейчас посмотрю документы, чтобы оценить, насколько вы подходите к повышению. Ммм, вот оно как. Что ж, Фрэнк, ваши успехи внушают доверие. Нашей денежной команде нужны такие люди, как вы, чтобы реализовать наши большие планы. Фрэнк Шварц, поздравляю вас с переводом в четвертый отдел. Ну, а там есть вакансия? Если нет, то скоро появится с этим, мы разберемся. Пакуйте вещички, готовьтесь творить великие дела, дорогой, дорогой. И оставайтесь таким же, так же лояльны. Рад, что вы сможете познакомиться, что мы сможем познакомиться поближе. От всей души поздравляю, Фрэнк. Отличная новость, спасибо большое. Не за что увидимся, скоро уже будете в новом кабинете. Щелк. Мультипэс, ачивочка приехала. Поговорить с Сабиной. А ока за ока? А, это мне просто подождать, пока он приедет на работу и его арестуют. Нормально, мне это устраивает. Я сдал какой-то квест, что мне догнало еще 320 поинтов. Ну и ладно. Они его ждут. А, вот все. Уехал другалек. Хорошо, что мне пришлось паспорт покупать. Это лишняя тысяча. А кому я до этого паспорт подкладывал-то? Я не помню. Блин, зря. Так выкинул его бездарно, так скажем. 31 июля. Так, ну что. Чувачок уехал далеко и надолго. До свидания, байс Лаус. А, вот, поговорить точно. Фрэнк, только держи себя в руках. Видишь это письмо? Ну, это из министерства? Отслуживание по сохранению общественных ценностей. Что это значит? С чего нам вдруг пишут из полиции нрав? Успокойся, пожалуйста. Пообещай мне, что сначала подумаешь, прежде чем говорить. Я всегда сначала думаю. Сабина, разве не всегда думаю, прежде чем говорить? Ну что ж, я попыталась. Министерство отправляет Ким в лагерь перевоспитания. За ней скоро приедет полиция. С чего вдруг? Что? Ну, зачем мне перевоспитывать Ким? Карапидора, да. Судя по всему, она... Ее видели, когда... Ох, Фрэнк, я и сама не знаю. Ты даже сказать-то прямо не можешь? В общем, Ким, кто-то видел, как она в общественном месте. Она вроде как... Она целовалась с другой девушкой. И... Что там такого плохого? Ты об этом знал? Почему ты ничего не сказал? Могли бы вместе составить план? Я хочу от тебя избавиться с твоими мозгами промытыми. Дура ты эдакая. Я только предполагал. Но я же ее мать. Ты... Из тебя такая мать, блин, как из пловца помидор. Я должна знать о таких вещах. Но, наверное, придется смириться с тем, что она больше со мной не разговаривает. И правильно делает, между прочим. Себе же вредить. Уже ничего не исправить. Ким, у министерства на мушке. И мы заодно придется с ними сотрудничать. Иначе она нас всех за собой тянет на дно. И потом этот лагерь не обязательно плохое место. У Ким просто проблема с интеграцией. Может, в лагере их смогут исправить? Ты же это не серьезно? Как ты можешь быть такой спокойный, забил? Ким прекрасно такой, какая она есть. Ты же ее мать. Веди себя соответственно. Нет, тут неделями только и думают о будущей нашей дочери. Но Ким меня совсем не поддерживает. Заявляет, что это общество должно измениться. Да, общество должно измениться. Я поддерживаю на 354%. Из того, чтобы самой приложить немного усилий и вписаться. Но так эта система не работает. Фрэнк, пожалуйста, поговори с Ким. У вас же с ней хорошие отношения. Когда пытаюсь я, она воспринимает эти штыки. Ну, не знаю. Я не уверен, что это правильный выбор, Сабина. В конечном итоге получается, будто мы запрещаем не быть собой. Ну и нельзя быть собой. Если она продолжит в том же духе, она нам жизнь сломает. У нас просто нет выхода. Они скоро приедут из министерства. Может, тебе удастся ей убедить, что все к лучшему? Я попробую. Стой! Она уехала! Поговорить. Ну, по крайней мере, там таймера нету. Хорошо. Фрэнк! Стивен! Фрэнк, сенсация! Просто класс! Пять с плюсом! Отличная работа! Ура! О чем, собственно, речь? Ай, слава вас, это змея подколодная. Я много лет пытался от него избавиться. Стоило попросить вас, Фрэнк, и раз его нет! Да, он был обузой для меня, то есть для всех нас. Именно так, Фрэнк, этот тип был обузой. Но благодаря вам со змеюкой покончено, теперь его даже Альтман не сможет защитить. О, да, я не так уж много сделал, у него просто криминальные наклонности. Осталось только это доказать. И вы это сделали, Фрэнк. Отличная работа! Великолепно! Он был врагом прогресса. Такие люди преграждают нам путь в будущее и не дают двигаться вперед. Фрэнк, за это особое достижение хотел бы вас повысить. Сейчас как раз подходящий момент. Так, мы же уже договорились о повышении. У нас тут освободился кабинет. А сами что думаете? Вы ощущаете готовность к работе? Ну, то есть можно было выкинуть Байслауса и повыситься, или набрать 50 тысяч и повыситься. Ну, да, двумя способами. В этом случае я сделал оба эти способа. Да, я эффективно работаю. Все задачи поставлю. Да, 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 да. Это верно, тогда минутка я сейчас посмотрю документ, чтобы оценить на сколько. Это все было уже. Поздравляю с переводом в четвертый отдел. Так, в вакансии. Это уже было, это уже все было. Меня повысили, задача завершена. Мне дали еще 5 тысяч. Так, поговорить с кем? Погоди, а ты эту штуку забрал, нет? Забрал. И так. Ну что ж. У меня прямой перевод наверх. Поезд разрисованный граффити? Вождь разрисованный фигней? Однако. Изменения прям налицо. Оу. Стоять, не с места. Имя, цель визита. Живо, живо. Зачем это все? Что происходит? Вы кто? Где господин Крауза? Вы что, в танке живете? Иностранные террористы, оскорняющие портрет великого вождя, нападение на доблестных случаев государственной полиции, восстание, антигосударственные лозунги, порядочные граждане едва осмеливаются выходить на улицу. Величайший союз под окнем. Террористы могут быть где угодно. Даже здесь, в министерстве. Теперь сообщите мне цель визита. Цель и... Имей цель визит, пожалуйста. Иначе вы окажетесь за решеткой раньше, чем досчитаете до трех. Я Фрэнк Шварц, я тут работаю. Так, кто угодно может сказать. Документы у вас есть? Вот мое удостоверение. Пожалуйста. Ага, Фрэнк Шварц, все верно. Сумку на досмотр. Раз так положено. А, запрещенные предметы... ЗАРАЗА! Погодите. Так, я немножко счетырил. Я нажал Alt F4. И игра вроде как сохранилась только после телефонного звонка. Значит, шоколад запрещен. Упаковка... Газировка запрещена. Обе. Что у нас там еще запрещено? Письмо к КИМ запрещено. Базовый курс. Клубничные. Та-та-та-та-та. Камеры. Чернайки. Мешечек наркоты, между прочим. Так случайно завалялся. Мы против. Никогда этим не балуйтесь. Никогда это не делайте. Небольший клочок бумаги. Толстая собака. Из трех больше не проблема. Кстати, на Нинеру толстая собака, наверное, это было написано про булку. А, из третьей. А, из третьей квартиры, в смысле, да. Тогда это точно про булку. Нет у меня больше запрещенки вроде. Зеленое яблоко выложу к черту. Прикиньте, что на улице происходит. Фу. Поехали. Либерэко. Мальбона диктаторо. Ууу. Вандализм? Да, поезда измазаны. Хорошо. Фу. Вроде все. Ну-ка, давайте... Ха-ха. Сохранить игру сейчас нельзя. А, наверное, потому что в метро нельзя. Сохраниться, да. Сохранено. Ну-ка. Мана-на-на-та. Да-да-да. Так, это у нас все было, как мы читали. Вот мое удостоверение. Итак. Сумка на осмотр. Ну, раз так положено, все чисто, можете проходить. Черт. Теперь в министерство еще эффект пронесешь. Что-то, да. Письмо Фелс. Черт. Стой. Эть. Отремонтировать. Фелс у нас... Погодите, но она же больше не работает. Я же ее уже давненько снял. Это странно. Зачем мне письмо для Фелс? Мне бы, да-да. Здравствуйте, господин Шварц. Почему вы тут? Что вы тут делаете? Почему вы не на входе? Из-за этого чертова анти-трансистического отряда. Полный бред, как по мне. Если бы у нас в министерстве были повстанцы, хвататься за голову было бы уже поздно, разве нет? Да, у нас тут только лояльные государству люди, гарантирую. Поверить не могу, что они обыскивают даже нас сотрудникам министерства. Действительно, неужели мы не служили доверия? Скажите, вы же не только принимаете посылки для сотрудников, но и отправляете? Как вы думаете, кто доставил вам билет на метро? Я эксперт секретной службы доставки в горшки и кашпо. Почему? А почту скрывают? Да, вождь с вами, конечно, нет. Как сотрудник отдела 4, вы имеете право отправлять и получать тайные послания. Расположите сюда, в контейнер исходящий, я все сделаю. А если что-нибудь нужно отправить в министерство? А если что-нибудь нужно получить... А что нужно сделать, чтобы почту можно было получить в министерстве? Мне положить конверт в горшок в своем кабинете, вы его оттуда заберете? Простите, господин Шварцен, но сколько вы уже тут работаете? Конечно, нет. Ваше комнатное растение служит ящиком для входящих. Таким образом, через него вы можете только получать сообщение. Отправка посылки извне в министерство возможна только через ящик для исходящих. Как сотрудник отдела 4, вы имеете право на личный секретный ящик для исходящих в своем домашнем кабинете. Если у вас его еще нет, я немедленно организую доставку, установку. Чтобы вы туда не положили, оно будет немедленно доставлено в министерство от вас. Здесь в министерстве вы сможете забрать почту из общего почтового ящика. Звучит замысловато. Напротив, господин Шварцен, все очень просто. Ну, работает как дропбокс. Там ложишь, тут вытаскиваешь. Спасибо. Это вот он ящик, да, вот этот вот? Супер, я понял. Ладно, письмо оставлю, черт с ним, оно мне вроде не мешает. Добрый день, господин Шварцен. Чем могу помочь? Закончить разговор. Вот чем ты мне можешь помочь. У меня какой-то счет висит. За электричество. Когда он пришел, я его даже не заметил. Ладно, по крайней мере, можно... Давайте я на четвертом этаже стоять. Руки из карманов, не с места. Нам сообщили, что возле этой квартиры ош... Квартиры? Ошивается подозрительный человек, который, возможно, планирует что-то украсть. Смотрите-ка, попался с поличным. Я управляющий. Работа у меня такая, следи за порядком в доме. Это мы посмотрим. Стойте, где стоите, мне нужно вас обыскать. Извините, пожалуйста, почему это происходит у меня на работе? Вроде все чисто. Однако я хотел бы напомнить вам, что если вы заметите в доме что-либо подозрительное, вы обязаны немедленно об этом сообщить. Ясно? Ясно. Это баг? Файловое хранилище. Я, кстати, по-моему, первый раз по пятому этажу шарюсь, да? Тут можно какую-то киношку поставить. Поговорить с кем? Тут у нас, типа, большие кабинеты. Хуберц! Фрэнк, с тобой все в порядке. Он с... А, он с Пейджером. Что... Ладно, лично о вас. Меня много вас интересует. Вы, как всегда, жадны до знаний. Вообще-то, я очень занят. Но в чем вопрос? Как вы получили эту должность? Вот вы, правая рука великого вождя. Как удалось добиться такого высокого положения? Фрэнк, дорогой мой человек, это личный... Отличный вопрос. И он показывает, насколько вы амбициозны. С помощью... Плодотворного сотрудничества, замечательных коллег, которые во всем тебя поддержат, можно добиться чего угодно, Фрэнк. На пути к лучшему будущему важно учитывать цели каждого. Без усердия и динамическое управление я бы сюда не добрался, понимаете? Думаю, да. Отлично, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Давайте домой. У нас 18.45. Я, может быть, успею к тому моменту, когда Кин вернется? Стоять, не с места. Имя цель визита. Опять? Да что такое, неужели вы меня еще не запомнили? Для меня ваше лицо капля в море. Хотя вот теперь я присмотрел, сразу вспомнил, этот кошмарный галстук. Но правило есть правило. Имя цель визита. Фрэнк Шварц, министерство. Спешу. Так, тогда я просто быстренько проверю ваши вещи. Ничего, молодец, выходите. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Вот что стало с работой происходить. Вот эти шмоны постоянные. Я думаю, то, что меня полицейские встретили там, это было что-то вроде... О, привет. Что-то вроде опуска у меня дома, просто это был баг. С багами мы тут уже сталкивались. Их немного, но они неприятные такие. Я собирался почилить. Пришло письмо. Ким, дорогая, у тебя есть минутка? Нам нужно поговорить. Я даю, что такое. Только давай побыстрее. А то догорел с ребятами встретиться. Дело в том, что... Выкладывай уже, у меня все свои дела. Не может ли все так быть настолько плохо? Все действительно плохо, Ким. Ты хотела что-то мне сказать? Ну, сперва, Ким, ты хотела мне что-то сказать? Рассказать? Не, Дэдди, все норм. Хорошо, тогда, возможно, это просто какая-то ошибка. Что за ошибка, Дэдди? Что стряслось? Ты видишь себя, как будто великий вождь представился. Кто-то заявил, что ты... Ну, что ты лесбиянка. На тебя поступила жалоба в министерство. Тебе ничем не сказать? А что тут скажешь? Скажи мне правду. Ну, если я скажу тебе правду, Пах, тогда ты больше не сможешь чистой совестью меня защищать? Этого я и так уже не могу. Да, я люблю девушек. И что с того? Это приятно, это ощущается правильным. Нет ничего неправильного в том, чтобы кого-то любить. Любовь потрясающе, эпично, величина. Эпично и великолепное чувство. Любовь сотрясает мир до основания, создает его заново. Любовь не спрашивает какого-кто пола. Ну, Ким, закон о нонконформизме. Да, насрать на этот закон. Не права эта гребанная система, а не я. Не говори так громко, Ким, прошу. Будет нужно, я об этом с крыши кричать стану, Дэдди. А ты? Ты собираешься просто смириться? От мамы я такого еще могла ждать, но не от тебя. Пап, ну пожалуйста. Я ведь твоя дочь. Неужели ты недостаточно, чтобы ты меня поддерживал? Все не так просто. Тогда давай я для тебя упрощу, пап. Я лучше умру, чем поеду в такой лагерь. В моих чувствах нет ничего неправильного. Ким, ты же в этой... Это же не всерьез, успокойся, пожалуйста. Я хочу помочь. Хочу тебе помочь, но что мы можем сделать? Да, ну с полученцем, то вы приедете, заберут тебя. Тогда надо сделать так, чтобы меня не нашли. Ким, спрячь меня. Я попробую. Я могу попробовать, Ким, но это опасно. Очень опасно. Но я что-нибудь придумаю. Спасибо, Паполь. Я знал, что ты на моей стороне. Конечно, я на твоей стороне, не этой же чокнутой дуры, которая пионер-вожатая. А что ты бежишь? Ну, Ким, я просто хотел сказать тебе, что я... Ты придумал, как мне спрятать, пап? Пока нет, но я ищу. Паполь, поторопись. Если меня увезут туда, я этого не переживу. Не волнуйся, я обо всём позабочусь. Мне нужен паспорт? Как мне попытаться ей помочь? Так, музыка у нас дома. Я куплю паспорт, мне пофиг. Если мне для этого нужен паспорт. Вывезти её за границу. Погодите, у бабульки дочь за границей. Как она уехала? Добрый человек, молодой человек, рад вас видеть. Проходите. Да нет, ну это ж было бы так логично, блин. Сколько у меня уже пустых квартир? Две. А, чувак из группы, из федерации. Проходите. Блин, тоже нет. Что тогда? Как тогда? Чёрт, чёрт, чёрт. Думай, думай, думай. Поехали на работу. У меня пока что вроде нет таймера, но, блин, тут такое дело, что таймер не обязательно не будет. Так, чёртов паспорт. Дай сюда. Мне вообще пофиг. Дочь надо спасать. Я не разделяю её взглядов, но её надо спасать. Я что, срочно счёт убежища? Пока нет, но я ищу чёрт. Нет, паспорт тут не поможет. Ладно, я его купил, я его сейчас дропну тут в кустах, и нормально, типа, будет. Потом, если что, пригодится. Поехали на работу. Попробуем на пятом этаже порыться, камеры повкутать. Всё-таки у меня есть доступ на пятый этаж. Сколько у меня каких камер? Одна двоечка, одна троечка. Да-да-да-да-да-да. Не с места, хорошо. Заткни хавальник. Валять сюда. Так, чувак, мне нужно... Мне нужно оборудование. А-а-а, это крутые камеры. Раз, два, три, четыре. Я об этом пожалею, ну ладно. Так, чувак тут ходит. Там телефон звонит. Один час! Отмычки! Сраные отмычки. А, миночка, это один час мне дан для того, чтобы помочь ей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой! Да, алло, господин Шварц, это я. Госпожа Векерт, кто за этот номер? Не имеет значения, я просто хотел, чтобы вы знали. Мы втроём в порядке, доехали без проблем. Благодаря вашей помощи у моих детей теперь есть будущее. Я никогда это не забуду. Сохранено. Я забыл сраные отмычки. Это за... Это за кем приехали? Чёрт! Я ненавижу эту игру. 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 Если можно так сказать, то я ненавижу эту игру. Мне нужно оборудование. Раз, два. Задача завершена. Я её спас? Не спас? Не сказано, что провалена? Да, я знал, что тут нужно две камеры, а потом их купил четыре. Ну, не то, чтобы знал, но я догадывался. Поэтому я такой, ну, кабинеты тоже широкие. Я сегодня могу не успеть всё... Так. Ненька. Полиэтиленовый пакет. У-у-у! Хорошо. На следующую ночь я пойду к ней пошарюсь. Мне нужно бы ещё пойти с ней поговорить. Но это другое дело. Она будет ещё на обед выходить, если что. Не говорите мне, что вам что-то от меня нужно, Шварц. Как поживаете? Дождливая сегодня покутка, а? Что вам надо? Если вы по поводу своих министерских удач, уходите. Хватит заикаться. Либо переходите к делу, либо оставьте меня в покое. Я сюда вернусь попозже. Мне нужно будет ещё в её кабинете пожариться. Извини, чувак, мне пришлось сначала в твоём кабинете ставить всё, но... я остался без чёртовых денег просто. Где дочь? Где дочь? Да иди к чёрту! Валенок тупой! Свали отсюда! Пить, я не хочу. За ней уехали. В смысле, за ней уехали. О, этот чувак жену вернул. Не, я, конечно, рад за него, но... Чёрт, она с нами больше не живёт. Её увезли. Так, узнать больше. Та-та-та-та-та. Провал. Коммент... Э-э... Та-та-та-та-та. Не дайте участвовать в протестах. Снимительная учительница трудности. Особый товар и вымокательство. Сыграем партейку. Чёрт. А что хотел, Фрэнк? Насчёт семейных... Так, к чёрту семейный бюджет. К чёрту тебя и к чёрту всё, что здесь происходит. Да, иди отсюда. Чё ты тут недовольную морду корчишь? Нина, Нина. Нина, Нина. Нина, ну... Чёрт. Типа я мог бы купить аудиоплеер. Если бы у него не была установлена камера, тогда насчёт ареста я думаю, ладно, чёрт с ним, насчёт ареста. Раз, два, три. Раз, два, три. Ещё две отмычки. У меня есть ещё две камеры. У меня есть. Денег у меня нет. Отвратительно. Ладно. Всё, ребят, давайте тогда я вот сохраню. Начинали мы серию вообще в мыле. Получается, что большую часть дел мы разгребли, но... Вот так вот глупо потерять дочь. Ну, скорее всего, смотрите, это произошло из-за того, что я с ней предварительно несколько квестов провалил, я так понимаю. Так. Поговорить с Сабиной, не дать ким участвовать. Если бы я ей не дал участвовать в протестах, ну, там у нас было другое. Трудность на коммуникации, поговорить с Сабиной, с ким с Сабиной. Вымогательство, поговорить с Сабиной, с Сабиной. Это вот эти три квеста, они были по поводу Ким и Сабины. Я специально их провалил, потому что... Ну, не то чтобы прям специально, но мне не хотелось ущемлять Ким. Особый товар для пенициллина этого чувака сдал в тюрьму. И сыграем этого чувака к Билову. Просто не успел на чертов ужин. Он просто уехал. Это обидно. Причем, реформа, око за око, проблемы в школе, письмо, иностранное. Письмо, поговорить с Сабиной, поговорить с Ким о письме. Ким забрали и увезли в лагерь перевоспитания. Сабина считает, что это пойдет ей на пользу. Посмотрим. Ким обещала позвонить, когда будет на месте. То есть, все-таки забрали. Вот оно. Выполнено. Последствия ошибки непонятно. Нам позвонят и скажут, что она убила себя, потому что она об этом предупреждала. Минуточку. Просто варианты, как я мог ее спрятать. Во-первых, я купил из-за гранд-паспорта. Во-вторых, я поговорил с женщиной, у которой дочь летела за границу. В-третьих, я поговорил с иностранцем, который мог ее забрать. В-четвертых, у меня есть тупо квартиры, в которых я мог ее спрятать. Можно было столько всего сделать, но ничего из этого не подходило. И мне такие, на, у тебя один час, делай, что хочешь. Блин, вот это сейчас реально очень обидно. Ладно, ребятушки, давайте на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok